Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях этого чертверга расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Долгожданные премьеры. В Чувашии после вынужденного перерыва откроют театры и кинозалы. Выборы 2020. В столице Чувашии открыли единый информцентр. Сохранить леса. Специалисты Приволжского федерального округа обсудили в Чебоксарах ситуацию по лесным пожарам. В ближайшее время в республике смогут возобновить работу театры и кинозалы. Все благодаря стабильной ситуации с коронавирусом. Но все же медики отмечают рост заболеваемости у РВИ, гриппом и пневмонией. Об этом говорили на заседании оперативного штаба по распространению коронавируса в регионе. Что касается острых респираторных вирусных инфекций, то в республике отмечается рост заболеваемости за неделю по сравнению с предыдущей неделей на 13,3%. И показатель выше, чем среднемноголетний уровень на 24%. На прошедшей неделе мы наблюдаем превышение эпидпорогов среди детей школьного возраста 7-14 лет. В 1,9 раза эпидпороги превышены. То есть у нас рост заболеваемости на часа, но это закономерность эпидемиологического процесса. После формирования коллективов через 10 дней начинается рост заболеваемости. На заседании обсудили возможность открытия театров и кинозалов. В ближайшее время они смогут возобновить свою работу, но с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующий указ пока не подписан. Представители сферы торговли и общественного питания из-за сложной эпидемиологической обстановки потерпели серьезные убытки. Владельцы кафе и ресторанов, арендаторы помещений в больших центрах пострадали больше всех. Ведь полноценно они заработали лишь недавно, когда республика вышла на третий этап снятия ограничений. В Рио главы Чувашии встретился с предпринимателями и обсудил план выхода на новый уровень работы. Безусловно, пандемия вынудила многих собственников вынести коррективы на ближайшие полгода. Ведь последствия вынужденного простоя еще долго будут давать о себе знать. Выход полноценно использовать все федеральные и региональные меры поддержки, предусмотренные для отрасли. Государственная помощь идет по многим направлениям. Безвозмездные субсидии на поддержку занятости, программы льготного кредитования, отсрочки по налоговым платежам и многие другие. Важно понять, на какую форму можно претендовать и тщательно подготовить документы. Для восстановления отрасли уже разработан и обсуждается еще один пакет мер налоговой поддержки. С начала пандемии практически во всех сферах бизнес потерял до 90% от докризисного оборота. Такие данные приводят эксперты. Снизилась предпринимательская активность, реальные доходы населения. Следовательно, и покупательская способность. Чтобы вернуться на докоронавирусный уровень, потребуется немало усилий. Весна-лето, горячая пора ремонтов. Но 2020 год стал исключением. И хотя сегодня отдел работает полным составом, продавцы помнят, как масочный режим и ограничения в период пандемии расценивались как перекрытие кислорода. Собственно, у многих дело жизни оказалось под угрозой закрытия. Чтобы остаться на плаву, сохранить сотрудников, бизнесмены вынуждены были предпринимать массу усилий. Очень кстати пришлись меры государственной поддержки. Мы были освобождены от налогов во втором квартале. Также мы получили субсидию для выплаты зарплаты сотрудникам. Это, конечно, позволило нам вот в эти месяцы, когда мы не работали, частично работали и только начинали выходить, это позволило нам не оставить людей без дохода. Это очень важно и очень своевременно было. Также мы получили кредит по сниженной ставке с гарантиями от Минтруда при соблюдении условий выдачи этого кредита, то есть при сохранении штата сотрудников и уровня их заработной платы. Сейчас первоначально Минтруда озвучивает, что эти кредиты будут сосубсидированы и погашены за счет Минтруда Российской Федерации. Также мы получили кредит от агентства по поддержке малого и среднего бизнеса по сниженной ставке как женщина-индивидуальный предприниматель, работающий в Чувашской Республике. Разумеется, период пандемии стал для бизнеса временем испытаний, но некоторые все же увидели в этом возможность для поиска новых форм и решений. Затем мы получили разрешение работать дистанционно, то есть мы работали по клиентам, которые звонили нам по телефону или обращались к нам с заявками через сайт, делали доставку, выводили сотрудников неполным составом одного в торговый зал, одного на склад и водитель, чтобы они как можно меньше контактировали между собой и, соответственно, чтобы не было контакта с клиентами. Такая форма работы нетипична для небольших торговых точек. Подобрать необходимые товары для обеих сторон прилавка удобнее при очной консультации, как, например, сейчас. Финиш на такого цвета, одну штуку, EG-профиль, две штуки. Где-то я начал ремонт делать, наверное, в феврале месяце, наверное, вот из-за пандемии. Все стало сложно как-то все это перебрести. Сейчас только начал делать. На обшивку дачи вот купили сайдинги виниловые, чтобы этот, как его, пока дожди не вошли, надо успеть. Из-за коронавируса у нас перерыв был в летнее время. Начали как-то к весне. Сейчас из-за перерыва вот время прошло. Успели, материалы есть. Я работаю водителем, как бы, ну, на нас особо не отразилось. Заказы как есть, так и работаем. Сейчас ограничения как бы снимаются. Работа, ну, появляется больше становится работы. Помимо указанных федеральных и региональных мер поддержки по инициативе в Рио главы Чуваши в оперативные сроки в республике создан центр «Мой бизнес». Как начинающие, так и опытные предприниматели могут в режиме одного окна получить все необходимые услуги ведения бизнеса. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Благоустройство дворовых территорий и формирование комфортной городской среды в целом стали главной темой рабочего совещания в Доме правительства. В этом году на благоустройство дворовых территорий и создание общественных пространств в республике предусмотрено 366 миллионов рублей. Основные средства пришли в рамках национального проекта, но и республика внесла свою лепту. Запланировано благоустроить пять дворовых территорий, 35 общественных пространств. Причем создавать комфортную городскую среду намерены все муниципалитеты, кроме Шумерленского района. Все аукционы состоялись, подрядчики ведут работы, но это вовсе не значит, что проблем нет. Министр строительства Александр Героев с цифрами на руках озвучил ситуацию последних дней. Полностью благоустроенные объекты в Аликовском, Канажском, Маринско-Пасадском и Янтиковском районах практически завершены работой в Яльчикском, Батревском, Вурнарском и Комсомольском районах. Подтянуться стоит Шумуршинскому району и городу Шумерлен. В целом по республике работы физически по благоустройству выполнены на 72%. Низкое освоение бюджетных средств наблюдается в таких районах, как Бурнарский, Маринско-Пасадский, Маргалский, Цивильский, Чебоксарский, Шумуршинский и Бордино-Чебоксарский. Специалисты Минстроя обсудили положение дел на каждой площадке, внесли коррективы в планы, мониторить ситуацию в ведомстве, намеренно до полной сдачи объектов. Сегодня же обсудили и строительство объектов в социальной сфере в рамках национальных проектов демографии и образования. Об освоении средств бюджета на 2020-2021 годы о ходе возведения школ и детских садов рассказала Алла Салаева. Только на строительство детских садов в рамках национального проекта «Демография» на 2020-2021 годы предусмотрено порядка 2 миллиардов рублей. Ульяна Пятакова, Республика. Калининский районный суд Чебоксара вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра физической культуры и спорта Республики, а также учредителя строительной компании Алла. По версии следствия, более пяти лет назад была сфабрикована покупка спортинвентаря. Учредитель строительной компании обманул бывшего заместителя министра, убедив его в том, что приобретет экипировку и снаряды для биатлонного центра в Чебоксарах после того, как получат деньги. Чиновник подписал документы, после чего на расчетный счет подрядчика было перечислено более 46 миллионов рублей. В итоге бизнесмен деньги забрал, а инвентарь так и не купил. По результатам рассмотрения уголовного дела бывшему чиновнику с учетом отбывания наказания по предыдущему приговору суда, было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второму подсудимому было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, также с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обоим осужденным было назначено и дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных организациях на срок 3 года. Данный приговор законную силу пока не вступил. В преддверии выборов в республике состоялась презентация единого информационного центра. Он будет работать все три дня. Официально центр откроется завтра в 8 часов утра, а сегодня с большой коммуникационной площадкой знакомились журналисты, представители органов власти и волонтеры. Столичный деловой центр республики на три дня станет местом обмена информацией, встреч и дискуссий. Модератор площадки, главный редактор интернет-газеты «Правда ПФО» Александр Белов. В идеале это будет информационная площадка, куда стекается вся наиболее актуальная информация. И журналисты, чуваши впервые фактически в своей профессиональной истории получают возможность онлайн отслеживать события, которые происходят и в ходе голосования, и в ходе подсчета. Все это делается с помощью как центральной избирательной комиссии, так и группы общественных наблюдателей, представителей штабов, кандидатов. Все это, мне кажется, должно быть очень интересно и живо. Ну, наверняка не обойдется без скандалов. К этому мы морально готовы. Также готовы к определенным техническим затыкам. Повторюсь, вы видите, что все еще в процессе подготовки. Ну, я думаю, что все будет нормально. В Едином информационном центре все дни будут проходить пресс-конференции. Его участниками станут председатель Центра избиркома Чувашии Александр Цветков, руководитель штаба общественного наблюдения за выборами Дмитрий Донсков, политологи из Москвы, социологи. Завтра в 8 утра откроются все без исключения избирательные участки. Напомню, их у нас 1156. И точно так же откроется Единый информационный центр, который будет отслеживать ход голосования во всей Чувашской республике. Все участковые комиссии готовы к проведению выборов. В принципе, все то необходимое, что нужно сделать, мы сегодня доделываем. Списки готовы, бюллетени готовы. Ждем завтра избирателей. С информацией, как проходят выборы по всей Чувашии, может ознакомиться любой желающий. На первый этаж информцентра все три дня будет свободный доступ. На втором расположатся аккредитованные журналисты. Особое внимание будет уделено мерам безопасности. И впервые все это можно будет увидеть и в телевизионном эфире. Наша студия уже развернута здесь, в едином информцентре. На ближайшие три дня запланировано минимум 10 прямых включений. А по завершению голосования в воскресенье ожидается, что данные экзитполов озвучат социологи. А кандидаты на должность главы Чувашии поделятся своими впечатлениями. Первое прямое включение уже завтра, 11 сентября в 9 утра. С завтрашнего дня в республику придут дожди. Однако пожароопасный сезон еще не подошел к концу. Сводки и статистику по возгораниям сегодня озвучили на совещании по координации деятельности притушения лесных пожаров в осенний период в Приволжском федеральном округе. С лесными пожарами сталкиваются большинство регионов Приволжского федерального округа. Более 30% территории Чувашии занимают леса. Такое богатство нужно беречь. Специалисты отмечают, что длительность пожароопасного сезона в последние годы увеличивается до 180 дней. С мая по октябрь. Однако самый крупный пожар этого года в республике произошел уже в марте. Зарегистрирован один крупный лесной пожар на территории Безнинского участкового лесничества, Алатарского лесничества на общей площади 178 гектаров, перешедшие к нам земель сельхозназначения. По факту лесного пожара 16 апреля 2020 года возбуждено уголовное дело. Но виновного пока так и не нашли. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценили в 19 миллионов рублей. По остальным, трем лесным пожарам, случившимся в Чебоксарском районе, обошлось без ущерба. Вовремя среагировали пожарные. Эта статистика одна из самых благополучных в округе. Пожары, возникшие в пределах старых горельников, они распространялись по площади в контуре старого пожара. Эти территории на сегодняшний день захламлены, тем более где расчистка не проведена. И поэтому в отношении подобных участков мы предлагаем планировать и проводить дополнительные мероприятия по противопожарному обустройству, чтобы к этим территориям была оперативная доступность. Специалисты и представители профильных министерств обсудили положение дел в сфере пожарной безопасности и оснащения в Привозском федеральном округе. А после заседания заложили в парке Амазония аллею молодых хелей. Чуваша снова заняла первое место в ПФО в национальном экологическом рейтинге. Его на днях опубликовала «Зеленый патруль». По итогам летних исследований природоохранного промышленно-экологического и социально-экологического индексов в Привозском федеральном округе Чуваша на первом месте. По России на седьмом. Ранее по итогам весны 2020 года республика также занимала благополучные позиции. Это главные новости четверга. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин